Всем привет! Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English, и сегодня мы с вами разберем одну из самых сложных тем в английском языке, а именно тему герундия или инговой формы и инфинитива, а точнее, когда мы что используем. Давайте сначала начнем с русского языка. Когда в русском языке у нас встречаются два глагола, например, любить, читать. Один из них изменяется, а другой нет. Например, я люблю читать, он любит читать, она любила читать и так далее. То есть любила, любит, мы эти формы изменяем по лицам и числам, читать у нас остается неизменным. То же самое происходит и в английском языке, только существуют глаголы, которые употребляются только с инговой формой, например, I enjoy skin, he enjoys skin, she enjoyed skin и так далее. Да, как видите, enjoy у нас изменяется, skin остается неизменным. Есть также глаголы, которые употребляются только с инфинитивом. Например, I want to learn, he wants to learn, they wanted to learn. Опять глагол want, хотеть, мы изменяем, to learn у нас остается неизменным. Но есть категория глаголов, которые могут использоваться и с инговой формой, и с инфинитивом, но при этом иметь разное значение. Давайте их разберем. И начнем мы с вами с глагола remember, помнить что-то. Первый пример. I remember walking with you at night. Я помню, как мы с тобой гуляли ночью. То есть здесь мы с тобой погуляли, и теперь я это помню, я об этом вспоминаю. И второй пример. I remembered to walk my dog. Здесь мы переводим так. Я не забыла выгулять свою собаку. Да, то есть я об этом вспомнила в прошлом, и я это сделала. Я не забыла это сделать. Едем дальше. Следующий глагол forget. Забывать что-то сделать. Первый пример. I forgot watering my plants. Я забыла, что поливала цветы. То есть я их полила, и потом об этом забыла. И второй пример. I forgot to water my plants. Я забыла полить цветы. То есть в этом примере я это не сделала. Я забыла и не сделала. Здесь я забыла, что я что-то делала, но я это делала. Я просто об этом забыла. А здесь я забыла и не сделала это. Следующий пример. I regret shouting at you. Я сожалею, что на тебя накричала. Я это сделала, и теперь сожалею. Мне очень от этого грустно. И второй пример. Regret to. Обычно regret с инфинитивом мы употребляем с такими глаголами, как say, tell, inform. И чаще всего мы используем эту формулировку в деловом стиле. Например, We regret to inform you that we are not ready to offer you a job in our company. Мы с сожалением сообщаем, что не готовы предложить вам работу в нашей компании. И последний глагол, точнее словосочетание на сегодня это Be afraid. Бояться чего-то. Например, I am afraid of being bitten by this dog. Я боюсь, что меня укусит эта собака. Что подразумевается под этим предложением? Что я боюсь, что что-то со мной может случиться, и вот это что-то от меня не зависит. То есть собака может меня покусать, а может нет. Выбор стоит за ней, не за мной. А второй пример. I am afraid to go near this dog. Я боюсь пройти мимо этой собаки. Да, с инфинитивом. Здесь я передаю смысл, что уже все зависит от меня. Да, это мой выбор. Я могу пройти мимо этой собаки, могу не пройти. Да, это уже зависит от меня. И еще обращаем внимание на то, что если мы используем be afraid с инговой формой, тогда мы обязательно должны поставить предлог of. Be afraid of doing something. Здесь же у нас инфинитивом be afraid to do. Да, сразу идет частичка to и наша инфинитивная форма. Давайте подведем итог. Инговая форма у нас используется в основном в временах группы continuous. Значит, она передает некий процесс. Давайте вспомним примеры, о которых мы с вами говорили. Я помню, как мы с тобой гуляли ночью. Да, это целый процесс. Я помню процесс того, как мы с тобой гуляли. А теперь обратимся к инфинитиву. Я не забыла погулять с моей собакой. Однократность действия. То же самое с forget doing. Я забыла, что я поливала цветы. Да, я забыла процесс поливания цветов. Здесь у нас с инфинитивом однократность действия. Забыла полить цветы. Я сожалею о том, что я накричала. Процесс. С сожалением сообщаем. Однократность действия. Я боюсь, что собака меня покусает. Целый процесс. Да, и afraid to go near. Боюсь пройти. Однократность действия. Чтобы проверить себя, проходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете упражнения по этой теме. Не забывайте подписываться на нас, оставлять комментарии и дружить с нами во всех соцсетях. Удачи вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин